Месяцами громадный остров Коста-Конкордии лежал на мелководье средиземноморского острова Джилья место чудесного спасения, печальных находок и крупнейшей операции по подъему корабля Полная история Коста-Конкордии Спасение Ночью, 13 января 2012 года, круизный лайнер Коста-Конкордии ударился о скалы у острова Джилья на западе Италии За считанные минуты корабль накренился и начал тонуть На борту было более 4200 пассажиров и членов команды Впервые будет рассказана вся правда о величайшей спасательной операции в истории Пассажиры поделятся впечатлениями а эксперты расскажут, какие меры безопасности могли бы предотвратить катастрофу Я до сих пор поддерживаю связи с адвокатами Я дал письменные показания и буду выступать в суде Хочу взглянуть в глаза офицерам, которые бросили нас на погибель В тот вечер капитан Коста-Конкордии Франческо Скеттино приказал отклониться от намеченного курса Коста-Конкордия подплыла слишком близко к берегу и произошло это слишком быстро Пассажиры ничего не подозревали Капитан Скеттино приказал сделать несколько поворотов вправо, чтобы обойти рифы Но он опоздал Ветер, дувший со скоростью 15 узлов, замедлял маневры, которые могли бы спасти корабль Свен Дрейсон, профессор кафедры изучения моря колледжа Уисмар, Росток, Германия Использовал точные данные для воссоздания катастрофы В учебной рубке корабля в своем колледже он шаг за шагом восстановил все, что произошло Сначала автопилот поставили на 290 Затем кормчему велели взять управление на себя, что вполне логично в сложившейся ситуации Он взял 10 к правому борту Затем еще 20, чтобы развернуть судно вправо Мы стараемся воспроизвести все условия катастрофы Освещение, облачность, ветер Это очень важно, ветер дул с севера-востока Мы постепенно увеличивали скорость до 16 узлов Курс корабля пролегал через скалы Осознав опасность, капитан приказал рулевым сделать поворот Но было слишком поздно Они надеялись, что резкий поворот уведет корабль от скал Но сделать это не удалось Крушение было неизбежно В 5 метрах от скал глубина достигает 30 метров Еще через 10 метров она достигает 70 метров Там очень глубоко Но мы напоролись на скалы, врезались прямо в остров То есть ни о каких подводных камнях речь не идет В этой ситуации ничего нельзя было сделать Никакие действия не исправили бы положение И не помогли бы избежать аварии Через 20 секунд все 6 электродизельных двигателей Залило двумя тоннами воды Вода заполнила палубу, на которой располагались щитовые Электричество отключилось Береговая охрана получила сообщение об аварии от пассажиров Но капитан Скеттино не подтвердил эту информацию Это береговая охрана, добрый вечер Коста Конкорде, у вас какие-то трудности? Да, подтверждаю, у нас выключилось электричество Мы пытаемся выяснить, в чем дело От пассажиров пытались скрыть истинную картину происшедшего Сразу после крушения Пассажирам сообщили, что просто возникли проблемы с электричеством Сказали, что вышел из строя электрогенератор И что как только его починят Пассажиры смогут вернуться в свои каюты Нам велели оставаться в коридорах Не уходить, стоять там Стоять и ждать Сказали, что все под контролем Сломался генератор, поэтому и пропал свет Не переживайте, у нас все под контролем Корабль потерял управление Его просто сносило ветром к берегу Судно дало крен И часть спасательных шлюпок оказалась непригодной Пассажиры не могли сесть на шлюпки с левого борта И пытались переместиться к правому Когда и там все шлюпки закончились Людям пришлось пробираться на третью палубу И ждать возвращения уже отплывших шлюпок Спасенные пассажиры описали происходящее сразу же после крушения Со всех сторон лилась вода И я понял, что произошло что-то страшное И хотел выбраться наверх Повсюду был хаос Люди бегали в спасательных жилетах Света не было Мы начали спускаться на третью палубу Корабль дал крен И мы не могли идти по лестнице Я упал, пытаясь подняться по лестнице Подвернул лодыжку И ударился спиной Я даже не понял, что порвал связку С огромным трудом Я пробрался на корму корабля на третью палубу Там я запрыгнул в последнюю спасательную шлюпку Едва не угодив при этом за борт Мы подошли к борту В первые шлюпки нам сесть не удалось Они уже отплыли Пока мы стояли и ждали Мы познакомились с несколькими членами экипажа Они провели нас к маленькой веревочной лестнице Спасательные плоты были неисправны Они должны автоматически надуваться в воде У нас есть фотографии Свидетели того, что плоты не раскрылись В ноль часов 20 минут корабль стал опрокидываться И десятки людей оказались в ловушке в его коридорах Некоторые оказались под водой Отважный мэр острова взошел на тонущий корабль И спас десятки людей, которых Франческо Скеттино Бросил на верную гибель С помощью нескольких членов команды Марио Пелегрини вытаскивал людей из коридоров Превратившихся в глубокие шахты Операции по спасению длились полтора часа Некоторых было легко вытянуть Другие же были слишком тяжелыми У нас была тонкая веревка и руки Я изрезал себе все руки Было очень страшно и мы все устали Последние люди обматывали веревку только подмышками Чтобы успеть спастись Они полностью промокли Они уже просто плавали в воде Она поднялась очень высоко Они просто бросили корабль Места в шлюпках не хватало Нам пришлось ждать Они обещали за нами вернуться Но корабль стал погружаться с нашей стороны Мы решили спрыгнуть в воду И правильно сделали Наша палуба погрузилась под воду Он здесь Где именно? Здесь он тонет Такое зрелище предстало пилотам вертолета береговой охраны Они немедленно спустили на корабль спасателей Которые оказали помощь многим пострадавшим Сотни людей были спасены На борт спустились спасатели с вертолета Члены вертолетной команды проходят специальное обучение В экстренных случаях они действуют очень быстро Они способны спускаться с вертолетов точно в то место, где произошла катастрофа На этот раз они спустились на корабль И оказали первую помощь испуганным и измученным пленникам корабля На следующий день я встретил двух женщин, которые просидели на корабле до 4 часов утра, пока их не снял вертолет Я познакомился с парой из Австралии Жена была на шестом месяце беременности Им пришлось прыгать в воду К счастью, ребенок выжил Такой вот медовый месяц В тот момент они не знали, выживет ли ребенок 32 человека утонули в воде около корабля и внутри затопленных коридоров и шахт лифтов Через три дня после крушения найти выживших было маловероятно Но иногда случаются чудеса Полная история Коста Конкордии Спасение Покидая тонущий корабль, пассажиры добирались до скал острова Джильо Было множество историй чудесного спасения 4 тысячи пассажиров, проведя ночь на Джильо, были отправлены в порту Санто-Стефано Репортер новостей Барби Лацценадо встречала спасшихся людей Мы были здесь уже в 8.30 Когда начали прибывать первые паромы с Джильо, с пассажирами и членами команды Люди были мокрые Они держали свои вещи, одежду, какие-то лишние вещи, обувь Там была женщина в вечернем наряде В руках она держала туфли на шпильках А ее спутник был одет в смокинг У многих были ушибы, синяки и кровь Люди очень замерзли А на корабле продолжались спасательные работы Там были люди, оказавшиеся в ловушке Мы нашли двух корейцев Они оказались заперты в коридоре, превратившемся в колодец, когда корабль перевернулся Да, так все и было Мы услышали их голоса в одной из кают в незатопленной части корабля Под водой работали дайверы вместе с альпинистами Они пытались извлечь людей из ловушек Учитель из Южной Кореи Хан Ки Де Йок С женой Джанг Хай Джин Оказались запертыми в своей каюте на восьмой палубе Палубу затопило водой Но их удалось спасти Они держались на поверхности воды, заливающей каюту, цепляясь за свои кровати Удивительно, ведь со времени крушения прошло три дня Никто уже не ожидал найти живых людей В кафе забежал дайвер и сказал, что нашли живых людей Мы все выбежали и стали смотреть, как вертолет подбирает парочку молодоженов из Южной Кореи Их привезли на сушу, а затем вертолетом доставили в Гроссетто Стюарда нашли живым в кают-компании Он лежал на столе со сломанной ногой Десятки людей пропали без вести Включая корабельного скрипача Шандера Фахера И Милен и Микаэля, молодых французов, искавших романтики Их семьи не теряли надежды Мы знали, что в Марсель каждый час прибывают автобусы с выжившими людьми Мы постоянно звонили в штаб спасения в Марселе Каждый раз, когда приезжал автобус Мы звонили в надежде, что на нем приедут наши дети В какой-то момент нам сказали, что их нашли и они едут Но это оказалось ошибкой Мы звонили до воскресенья Но о наших детях так ничего и не было слышно Они не приехали в Марсель Мы поехали искать его в Рим Поехали его искать Я напечатала сотню плакатов С его фотографией Чтобы развесить везде, где это было возможно Может, он выжил и доплыл до берега Может, нашел где-то пристанище Мы поехали туда и надеялись, что он жив Мы были уверены, что найдем его В последний раз Терас Фехер увидела своего сына в морге Родителям Милены и Микаэля пришлось ждать много недель Пока тела их детей не были найдены дайверами Их опознали по ДНК Дайверам пришлось нелегко Им пришлось обследовать каждый закуток корабля Этот отряд ныряльщиков при пожарной бригаде Тренируются в пресных водах и пещерах Они готовы работать в самых сложных условиях В том числе на Коста-Конкорде Карло Зеленотти Командир бригады водолазов Специализирующийся на нырянии в пещерах У команды были дополнительные баллоны И длинные веревки, чтобы не потеряться в лабиринте подводных коридоров В нашей работе нужно быть готовым ко всему Даже к тому, отчего кровь стынет в живых Начав погружение Мы сразу поняли Какой опасности подвергаемся Ведя разведку внутри корабля Двери закрывались вниз Их нужно было подпирать, чтобы не застрять в каече Нужно было быть на чеку Военные взорвали окна Чтобы дайверам было безопаснее нырять Вода внутри Коста-Конкорде Стала ядовитой И дайверам пришлось полностью изолироваться От соприкосновения с ней Они надели шлемы Который сжатый воздух поступал с поверхности Мы знали, что в воде внутри корабля Много всякой химии и масла Ведь на борту было огромное количество людей Поэтому мы воспользовались подачей воздуха извне Специальные костюмы со шлемами Защищали дайверов во время самых отчаянных погружений В спасательную команду вошли ребята Из береговой охраны и из пожарной бригады Порто-Джилио На суше ныряльщики отдыхали после погружений Для исследования темных вод вокруг корабля Спасатели использовали устройства на дистанционном управлении Также использовались ультразвуковые сенсоры Называемые скаутами Все управление поисково-спасательными работами Производилось удаленно через компьютер на поверхности Это оборудование позволяет обследовать морское дно И собирать данные по заданной цели Составив карту морского дна Мы опускаем прибор в воду И он ориентируется на данные скаута Операторы должны координировать свои действия Чтобы обследовать цели Выбранные при помощи сонара Некоторые люди погибли в затопленных коридорах Конкордии Тысячи людей пришлось эвакуироваться с корабля В сложных условиях Это заняло почти 6 часов Согласно официальному заключению суда Виновными являются капитан и круизная компания Не был дан сигнал к немедленной эвакуации Команда сработала непрофессионально в экстренной ситуации Ян Харсен и его малыш Халвар выжили при крушении парома «Звезда Скандинавии» в 90-м году Его беременная жена Кристина была в числе 158 погибших Сегодня он вместе с морским инспектором Арни Саген Выступает за безопасность на море От имени норвежского фонда «Скагерак» Фонд считает, что крушение Коста Конкордии Отражает проблемы всей мореходной индустрии А именно несоблюдение существующих законов И недостаток отчетности по происшествиям Корабль отклонился от намеченного курса Он заплыл в воды, где были скалы, о которых команда не знала Они не могли их обойти Но могло быть все иначе Так что это крушение неоправданное Сразу после крушения нам сообщили, что капитан корабля Алкоголик, любитель женщины и вообще, что он некомпетентен Так сообщил нам представитель компании Тогда я подумал А зачем же вы наняли такого капитана? Все это означает, что компания не оказывала капитану должной поддержки А это просто необходимо в его работе Главная проблема — непродуманная политика безопасности Существующие законы и правила соблюдаются недостаточно тщательно Про них зачастую вообще забывают Сегодня в море происходит то, что раньше можно было увидеть на диком западе Если бы корабль затонул в море Смертей было бы намного больше Хотя три тысячи человек спаслись на шлюпках Которые курсировали к берегу и обратно Еще тысяча спаслась, соскользнув в воду с обшивки корабля Корабли все растут и растут в размерах Коста Конкордия — это еще не самый большой лайнер Самый большой вмещает 6 тысяч пассажиров Дело в том, что корабли слишком тяжелые Их делают такими ради прибыли Потому что каюты наверху стоят намного дороже кают, расположенных ниже ватерлинии Вторая беда в том, что лайнеры созданы как плавучие магазины и плавучие казино Чтобы вы могли отдыхать и развлекаться на корабле При крушении корабль превращается в лабиринт Вы оказываетесь в ловушке 15 февраля дайверы нашли 5 тел на корме на четвертой палубе Сразу же опознали Диану Арлотти Ей было всего лишь 5 лет Они были в шаге от спасения Всего погибло 32 человека Теперь главным было спасти остров от загрязнения окружающей среды Полная история Коста Конкордии Спасение Остров Джильо — жемчужина Италии На его каменистых склонах содержится уникальная флора и фауна Сначала Коста Конкордия стала ловушкой для десятков пассажиров и команды Теперь она угрожает хрупкой прибрежной экосистеме Всем очевидны печальные последствия крушения Разбитый корабль лежит у острова Джильо Пострадали не только жители, которые мужественно выдержали это испытание Но есть и другие последствия Их мы до конца не сможем увидеть Пока не уберем корабль с Джильо Коста наняла голландскую компанию, специализирующуюся на ликвидации утечки нефти Компания «Смит» — лидер по спасению кораблей Компания сделала себе имя, принимая участие в поднятии атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море Для поддержки наняли и местную компанию Семья Нерри уже более века занимается подъемом кораблей в Италии Перед нами предстала нереальная картина Такое просто невозможно себе представить Было жутко видеть перевернутый и затопленный корабль Мы были озадачены Сложно было предсказать последствия Мы не знали, насколько устойчив корабль Не знали, крепко ли он держится на скалах Или может легко соскользнуть в глубины моря Мы не знали, удержится ли он на поверхности Было непросто откачать топливо из тонущего корабля Для откачки мы использовали систему горячей врезки Нужно было пройти две стадии Сначала в железной обшивке закрепляют окоемку Пила делает прорез в обшивке И окоемку закрепляют в проеме Вставляют трубы После этого можно откачивать топливо Баки правого борта были под водой Нам пришлось делать дыру в обшивке Чтобы туда пробрались дайверы с оборудованием Дыру сделали в двойном дне Там есть пустое пространство Недалеко от баков Проход получился очень узким Около полутора метров, если не ошибаюсь Как видите, это оборудование длиной больше метра Было очень трудно закрепить его правильно Объемные костюмы и шлемы мешали аквалангистам Мы всегда пользуемся шлемом Кирби Моргана С отводным шлангом По шлангу подается воздух Для дыхания аквалангиста В нем же установлены батарейки для видеокамеры И подводного фонаря на шлеме Вот таким шлемом пользуются наши ныряльщики Нужно сказать, что он очень тяжелый В воде он становится легче, но в целом Все дайверское оборудование очень тяжелое При этом им приходится работать в тяжелейших условиях Чтобы убрать корабль понадобится целый год К середине апреля выкачка топлива была завершена Островитяне привыкли к людям, пришедшим им на помощь Чтобы спасти побережье от возможной природной катастрофы Февральскими и мартовскими вечерами Здоровяки голландцы сидели в барах В оранжевых жилетах и подтягивали пиво Старики говорили Вот так, молодцы! Вы отлично потрудились! Такие уж люди живут на Джилле Они всегда готовы поддержать и прийти на помощь в трудную минуту Простите, расчувствовался Момент расставания всех очень тронул И отъезжающих, и жителей острова В порту собралось множество людей Местные жители махали нам флагами и платками И даже простынями из окон домов Машины сигналили Очень трогательный момент Мы с островитянами подружились И были благодарны друг другу за помощь В январе Карнивал наняла огромный титан из Флориды Для подъема корабля Ему помогала небольшая итальянская фирма Микопери Стоимость работ составляла 450 миллионов долларов Чтобы не загрязнять побережье Нам придется поднимать корабль со всем его содержимым Поэтому мы предприняли особые меры Мы обмотали корабль железными тросами Затем закрепили их, чтобы судно не опускалось на дно Корабль нужно развернуть И затем отбуксировать Титан нанял лучшего в мире эксперта по подъему кораблей Ника Слоуна Это самое крупное дело в его карьере Я принимал участие во многих операциях по поднятию кораблей Этот корабль просто огромный Размером почти с три поля для регби или футбола Мы хотим подложить под корабль платформы Весом в тысячу тонн каждая И размером больше футбольного поля Корабль лежит прямо у берега И всего в нескольких метрах от подводной скалы Он держится на двух небольших гранитных выступах Которые выгнули металлическую обшивку Обшивка ослабла И может развалиться надвое Джованни Чекарелли Морской инженер Разработавший яхту Которая принимала участие В американском кубке Москалцоне Латино С итальянской компанией Микопери Специализирующейся на газовых и нефтяных платформах Он создал уникальный план По подъему корабля Великана Корабль весит 45 тысяч тонн Внутри вода и оборудование Что увеличивает вес до 60 тысяч тонн То есть нам нужно передвинуть 60 тысяч тонн И перевернуть всю эту глыбу с 65 градусов До вертикального положения Есть четыре стадии Стабилизировать и заякорить корабль Поднять корабль вертикально Подсоединить понтоны, чтобы он мог плыть И отбуксировать Для этого использовали гидравлические приборы Огромной силы, называемые прядевыми домкратами Сначала рабочие закрепили корабль Железным тросом и домкратами, вмонтированными в бетонные блоки Которые были предварительно закреплены на морском дне Дайверы использовали мощное оборудование и огромный бур Чтобы выбить 16-метровые штробы в гранитной скале И установить в них 12 якорей подпорок С одной стороны к блокам были прикреплены цепи Их пропустили под обшивкой К еще 48-ми прядевым домкратам Закрепленным на корабле Это упряжь удерживает корабль от погружения Ее используют, чтобы выровнять его Когда закончится монтаж Мы хотим поставить корабль вертикально И окружить понтонами Чтобы он держался на плаву Снизу находится каменистое дно Похожее на склон горы Если перевернуть корабль без платформы Под ним он покатится вниз и затонет Шаг второй Прикрепить огромные емкости для балласта Блоки плавучести, наполненные водой На борт корабля Он примет вертикальное положение Под тяжестью блоков И при помощи прядевых домкратов Прикрепленных тросом и цепями К железным платформам К специальной люльке для Коста Конкордии Сотни аквалангистов Строят бетонную стену Под обшивкой корабля Чтобы корабль не соскользнул на морское дно Мы прикрепим понтоны с левого борта И тэпинант под низом корабля Потом подставим платформу И воспользуемся лебедками Гидравлическими лебедками Чтобы закатить корабль на платформу Затем закрепим понтоны с правого борта И отбуксируем Выпрямив корабль Специалисты прикрепят балласт И на другой бок Ожидается, что при опорожнении Балластных блоков корабль всплывет Но и это еще не конец Мучений Коста Конкордии Полная история Коста Конкордии Спасение Прошел почти год со времени крушения Коста Конкордии У берега итальянского острова Джилио Трагедия ушла в прошлое Но работы осталось много Крупнейшая в мире операция по подъему корабля продолжается Рабочие трудятся день и ночь, чтобы стабилизировать корабль Зимние штормы грозят потопить его раз и навсегда Каждая волна, бьющаяся корабль, грозит бедой Волны Ослабляют обшивку Подводная часть корабля сильно повреждена Каждый день проверяют пробоины и трещины в корабле И вносят соответствующие коррективы в наши планы работы по подъему Это как брать анализы у больного пациента Корабль разваливается Есть и другие помехи На дне под песком залегает слой гранита У нас очень много работы по бурению дна Из-за уклона нам очень трудно зацепиться и пробурить гранит Гранит — это самый твердый камень Он вдвое тверже известняка и песчаника А то, что дно расположено под уклоном, добавляет работы Заря поднимается над островом В сторону восхода буксируют огромную плавучую платформу Там будут жить более сотни аквалангистов, ежедневно рискующих своими жизнями Мы готовы к ранениям и к трудностям при погружении У нас огромные цепи, карабины и крепеж И люди часто придавливают себе пальцы Нас 450 человек Как правило, при таких работах каждую неделю происходят какие-то травмы Надеемся, что обойдется без серьезных травм и все живыми вернутся домой Близится конец осени И различные осложнения задерживают проведение этой сложной работы Прошел год, а корабль даже не стабилизировали Идея осталась та же Но пришлось вносить много изменений Делать перерасчеты, чтобы точно построить всю конструкцию Это привело к задержкам в работе Потому что нам приходилось останавливаться И вносить поправки в расчеты Чтобы обеспечить людям безопасность Это не задержки, а скорее подладка Дело в том, что сами платформы менялись Мы делали перерасчеты Передвигали якорные блоки И меняли положение платформы И все это менялось несколько раз Мы смастерили понтоны Каждый из них высотой в 11 этажей Самые большие из них Весят по пять сотен тонн Платформы и блоки плавучести вместе Весят более 23 тысяч тонн Это железо привозили со всей Италии Мы заняли пять доков И задействовали три завода Что само по себе уже впечатляет Островитяне переживают, что затянувшийся проект Может зацепить и туристический сезон Следующего лета Корабли сейчас там Мы сделали все, что могли Мы гордимся собой, но это тяжело Чем скорее мы закончим Тем лучше Возможно, тогда спасшиеся пассажиры успокоятся Некоторые из них до сих пор переживают нервный срыв Некоторые пассажиры видели Как люди погибали, прыгая в море с пятой или шестой палубы И на поверхность сплывали уже бездыханные тела Многие застряли в лифтах и коридорах Многие слышали предсмертные крики людей У каждого выжившего свои воспоминания Все эти переживания привели к посттравматическому стрессу Женщина, забравшаяся в спасательный плод После того, как соскользнула с верхней части корабля Описала мне, как она натолкнулась на труп в воде Она не знала, можно ли было спасти этого человека Она хотела ему помочь Было темно Они все были очень напуганы Она говорит, что вспоминает это каждый день Но Коста и компания-основатель круизной линии Карнивал Не удовлетворила требования всех пострадавших Мы долго переписывались с Костой Встреча была назначена в офисе моего адвоката Мы все сидели и ждали, но их адвокат не пришел В последнюю минуту мы узнали, что он отменил встречу Коста не хотела вести с нами переговоры Чтобы заставить компанию сесть за стол переговоров Адвокаты во Франции и США грозились запереть ее корабли В порте Марселя и в Мексиканском заливе Здесь мы видим, как маршал США передает судебное распоряжение Капитану в Галвестоне, Техас Мы пришли выполнить приказ Мы берем корабль под свое командование Ступая на борт круизного лайнера Карнивал Вы покидаете свою страну Вы перешли границу Границу страны Карнивал Через две недели по возвращении домой В январе Мы получили 458 евро С тех пор прошло 10 месяцев Но Коста нас забыла Мы не получили компенсацию Нам ничего не заплатили за утраченное оборудование и инструменты Мы хотим доказать, что капитан вел себя безответственно А так и было Мы также хотим доказать, что компании вели себя безответственно Чудовищно, ведь они не обучили людей То есть команду Ведь никто не погиб при самом крушении Люди погибли в сутолоке Мы хотим, чтобы капитана и его офицеров Посадили в тюрьму за причиненное ими зло Они убили 32 человека В том числе и наших детей Они погубили жизни десятков людей Мы хотим добиться справедливости Они погубили наши жизни И жизни родителей Микаэля И жизнь брата Милен Трудно говорить об этом Мы требуем справедливости Прошел год с момента гибели 32-х человек При крушении Коста Конкордии Надеемся, что в 2013 году корабль отбуксируют А виновные предстанут перед судом Но остров навсегда останется иным Под скалой потопивший огромный корабль Стоит изваяние Богородицы Миряльщики кладут туда венки из цветов В память о жертвах моря В память о невинно погибших людях Человечество произвело столько ненужного хлама Что в экстремальной ситуации Для создания чего-то полезного Можно обойтись только им Не выходя со свалки Переделки Хекета Далее на Discovery Channel Субтитры создавал DimaTorzok